Дамы и господа, всем привет! Мы повторно находимся в городе Ташкент И по многочисленным просьбам жителей нашего сайта Нашего канала, подписчиков Едем мы сейчас на обжорные ряды рынка Чорсу А сейчас, вашему вниманию, дубль 2 рынок Чорсу Давайте сходу прям приправу скупаем В первой мы уже были Но так как первой мы с вами уже видели Мы идем на второй этаж Что у нас на втором этаже Ну естественно Здесь Все это уже мы видели Но это второй этаж Я думаю тут у всех одно и то же Везде вам предлагают попробовать, купить Вид со второго этажа, смотрите Много-много-много мяса Всевозможного Вот эти вообще орехи-убийцы какие-то, да? Это сорт такой, да? Это я не знаю, это или отдельный сорт есть Или просто собирали самые крупные И набрали пакет Спасибо Не-не, спасибо Просто смотрим Всевозможные сладости Так, а это что такое? Это Как ее? Как его? Не айва, а Курма? Курма Шону Ищем видео Материал Ну на втором этаже Видите вообще народу нет Практически То есть Мало заходит В основном все внизу Вот просто Представьте весь этот круг Продает одни сухофрукты Не знаю Отбивают они свою аренду, нет? Конкуренция бешеная Конечно здесь Очень Вот фисташки Самые мелкие Какие я, наверное, видел Покрупнее Миндаль Таня как негр стала Перезагорала Называется Спасибо, спасибо Вот тут каждый продается Пытается Народ просто Реально нет То есть Продукция вся Получается По кругу Она повторяется Плюс-минус там Так Теперь мы с вами Пойдем вниз Так Далее Мы с вами Идем Копченые ряды Где козы Здесь тоже Вот в этом ряду Народа не особо много Пока не вижу Колбасу С конином Это Тандырные, да? Куры? Станбура Копченые Копченые А вот это Как это называется Клубаса? Козы называют Ее готовить надо Или она уже готова? Он уже готова Можно резать Видишь, он долго стоял Месяц Месяц Три Может быть Сколько стоит такая палка? А ты меньше пирог-то козына Козына А это просто нахмал Слышь вон Килограмм Килограмм Стоит Сет тысяч Хороший Кусок поешь Видишь? Угу Кусок поедешь Голова А у него что такое? Это коз думба называется Ты помнишь, говорю С волосами? Все, все, все Это волоса Вот он, вот он Видишь, волоса Вот Все, я понял, понял Я пробовал уже А ты вон А ты вон А ты вон Это Машативный А это? Это фишеный Конина, да? Чистый конин А вот это Кобылы Это кобылы Не больше, это кобылы Ну, самка Самка Женщина Виагра Виагра Какая Виагра? Виагра Серьезно, он такой энергетический У нас Сильно калорийный Так, а вот это Что такое? Тоже Косты Сущенную Соль А это Трибуха? Это Трибуха, да Это для карты Для чего? Типа как Вид козы Только это будет Более жирный Ага Я забыл вам сказать Мы идем с Тимуром С нашим подписчиком Тимур Его дочь Мать Мать Я сказал, что ты его дочь Какая мать Хватит Мать Это вообще красивый перец Таня, смотри, какой он Гибридный Так Где же наши Обжорные ряды Вот вы зашли В фруктовый рай Ну здесь еще не фрукты Здесь Вот они Здесь пока Ну это цыгане Кто товарищи Любители покушать Мы дошли сюда Покушать будете? Мы сейчас посмотрим Сначала У нас просим не возьмем Как сказали Так продаем Я ничего не говорю Я просто сейчас Пока сниму Придете, да? Наверное Вот это я бы сейчас Курицу сделал Он Куриц Вод taxpayers Он Это Наш pedский Наш 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 Это Это Х Наш Наш Что Так, а это что варится? А что здесь варится? Короче, канина из шумпа, козы, вот, варится для нары. Если будешь нарым покупать... Я понял, это дают к ним. Это рыба, да. Сейчас мы богостнее, все, пройдем. А это как называется? Это хасин. Это лед внутри, чтобы тест не испортился. Мини-холодильник. Мини-холодильник. А вот так. Можно сам суд посмотреть? Я просто посмотрю, я брать не буду. Да, нельзя. Т.е. Как я сказал, я просто посмотрю, брать не буду, все. Ну ладно. Так. Здесь, в принципе, ассортимент уже повторяется в этом редакторе. так и что такое то есть а как называется блюдо ханым это что-то внутри как варень так вот еще ханым так теперь мы с вами идем 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 сюда плов это ташкентский бога ташкентский пол то есть каждый я так вот здесь ряды на рынок то есть а это что за рыбы сон том еще облов а это как называется было это короля патча называют как едят хочешь бульон тебе полом вот еще нарезают ребуха ножки и голова язык желудок вот этот факт и почек так это у нас что скажите пожалуйста как это блюдо называется казан кебоб заказал я курицу и попробовать чуть-чуть на рынок вы скажете денис смешно заказ курицу узбекистане но заказал потому что вот реально уже хочется курицу ну все-таки все равно ее готовят по узбекски свой метод приготовления вот захотелось мне курицу поэтому там заказывайте уходите в глубь здесь такие вот столики можете спокойно пушить то есть у каждой точки свои места так первое что нам принесли это на рынок что-то много накидал я не пойму тесто с мясом не вкусно да холодно вкусно это мы отдадим таня я жду так при принесли нам курицу пробуем вкусно и курица с местными приправами я просто еще за кадром вот кое-кто смешит поэтому даже курицу я уже давно не ел реально знаешь почему курица залетает сейчас на ураль мы с вами возвращаемся через ряды ряды курта после того как покушали вот это кашкадаринский это острый да это вообще как перепелиные яйца а это с чем он с базиликом с базиликом курт ну вот мало того что здесь весь рынок не весь а я имею в виду вот отряд курте так этот курт продают его на всех перевалах ну просто там тоннами он лежит то есть очень любят здесь такие вещи а как это сорт называется черешня бычий глаз там уж крупный да бычий глаз как все на улице стоит жарище но здесь комфортно здесь гуляет сквозняк прохладненько сейчас идем на выход и дальше маршрут решим уже в машине остановились по дороге здесь все продают вот такой лимонад лимонный пробуем натуральный горит и геолокацию оставь скажи что поиск это что центр города тань на бобровы твое мнение слишком сладкий да вот чуть-чуть сахара убрать и было бы нормально а так вкусно холодно реально прям вкус и этого как супра один да вот прям как супра один такой прикольный это не в обиду никому реально вот такой аромат спасибо так как у тимура сегодня день рождения мы приехали за готовым маринованным шашлыком куда-то тимур взял свои шампура заходи иди заходи я 2 позже чтобы на меня нет за заднем спускаемся подвал говорят это в ташкенте и сам еще шашлык номер один большой ассортимент шашлыка здесь заказ все делать здрасте вот я вижу уже готовы то есть ты получается своими шампурами да сейчас они на твои шампура мы взамен даем они своими шампурами видите тут оказывается взамен дают шампура здесь для освещения баранина ребрышки баранина печень курица рулет это у нас курдюк говядина или баранина баранина курдюк крылья маринованные люляшка и вот для девушек овощной что вот такой здесь ассортимент все хранится в холодильнике сюда приезжаешь заказываешь если со своими шампурами да можно отдать своими шампурами или или с вашими можно купить да ну что вы понимали здесь больше трехсот килограмм мяса в день уходит то есть люди приезжают готовы забирают и а только говядина конечно до полтонны мясо уходит в день чтобы вы понимали работоспособность этого заведения реклама это для тех кто живет ташкенте не знает заведение называется шашлык маринад тимур сейчас там набрал 35 штук на 35 сетях шампур очков маленькие они такие у них я знаю из чего они из какого-нибудь алюминий дюралю алюминиевые штуком легкий стоит на три копейки они мишем про не дают все ждем вот и поедем а еще они дают лед чтобы ну не спорт специально лед курицы овощной так что не спорта ранено не сплюля не спорьте что в узбекистане культ еды это точно ехали 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 и мы тот раз предыдущую поездку в ташкент проезжали мимо ночью было очень красиво здесь остановка запрещена поэтому аккуратненько сейчас в тенёк заехал по быстро показать вам хочу самый большой флаг в узбекистане это центр ташкента это сердце ташкента площадь дружбы народов и просто умыть лицо фонтане вода здесь чисто прям реально чисто вот он огромнейший флаг как я понял что его часто снимает потому что он реально чистого чистый 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 вот водичка классно вообще вода прям вот чисто можно купаться никакой плесени ничего нет зачет местным властям а ночью они подсвечиваются видно фонари туда сейчас удовольствием прыгнул целиком не знаю ничего не написано судя по тюбетей ком наверное это связано что-то с узбеками реально не знаю не гуглил даже если честно так сейчас большой фонтан чистый и красивый можно у полиции сейчас у полиции спросим что это за памятник здесь красиво сделали конечно в жару чувствуется прохлада от фонтана идет он тоже ночью горит так ладно подойдем к сотруднику спросим узнал памятник махмуду ну более подробно не получилось потому что он ломанный русский я не понял дальше мне кажется что этот флаг сделан из шелка потому что он реально огромного размера и развивается на ветру так легко скорее всего шелк это самый лучший вариант охладить и привести себя в порядок узбекистане любой источник с водой так мы приехали в центр здесь торговый центр называется пой такт что здесь интересно что у нас здесь интересно алин сейчас увидим сказать какие-то картины засесть интересно все светится да типа бродвея арбата это все в аренду правильно только заравшон заравшон я хотел представить заравшон здесь ночью на полно народа самый дорогий магазин а зачем они нужны мы народ бедный нам дорогие не нужно погодить народа суп что-то я не вижу конечно день жара то есть все выползают под вечер гелон это россия это узбекистан это узбекистан это не знаю картина с пловом красивая сколько стоит такая картина 300 тысяч один сами рисуете да все ну такая народная тематика узбекская гранаты горы национальная одежда здесь вообще фотоаппарат смесь какие каких только нету раритет классно все картины супер просто тысячи картин да да классно картина не нравится сколько стоит гранат картину вот этот 40 тысяч а вот это поменьше вы сами рисуете да ну среднем вот видите вот самые большие наверно дойдут тысяч до 800 маленькие 200 300 400 побольше до миллиона тоже гранат красиво какая именно маленькая вот это вот 180 а вот это а вот эти вот картина 400 до здесь еще какой-то раритет часы старинные кувшины ленин иконы до кресты серебро столовая сумки тюбитейки тоже национально здрасте можно посмотреть как вы рисуете а кого это вы рисуете сейчас и сколько стоит такая картина 150 тысяч вот такая вот на эту а вот это кто здесь нарисована картине шахзота какая красивая здесь здравствуйте а вы кого рисуете а это местный житель на не звезда погонах местная звезда в погонах так двигаемся дальше капитал банк 24 справа так есть вам нужно снять деньги добро пожаловать в банк а вот а виза есть ташкент с этим попроще немножко не немножко множко здесь все для людей как снять деньги в узбекистане с карточки давай ташкент не подведи это алина получается там серьезно все лайк все теперь может куда мы едем алина не поворачивали все скажи куда на какой мы едем базар кайлюк так выглядит северный вокзал ташкентский мы остановились возле новой мечети называется ислам отта построена в честь бывшего президента карима же если вы заметили то купола не бирюзового цвета такие голубоватый уже современный стиль нет изумрудное то но зеленое зеленого то есть уже с такой более современный дизайн мечеть все мы приехали с вами на рынок кую люк обычный рынок обычный базар но он мне сказали что этот рынок он поменьше чем в чёрсе алина намного алина говорит если ряды там темно здесь и народу поменьше конечно чем от чёрси а сколько стоит аренок да такие с которым 60 тысяч целое или килограмм сколько стоит а это я попробую возьми этот полков 40 тысяч я думал это мясо я понял я думал мясо это малосомные договорки и сколько стоит 6000 килограмм посмотрите лимон и вроде сезон кончился одна штука тысячи это свежий дает на лимон и вроде сезон кончился а лимонов полно и они даже смотри не мятые не старые то есть они свежие так что еще на посмотреть здесь мясо уже видите в холодильных витринах хранится а где кукси есть ее попробовать здесь важно а на рынке кукси продается кукси она кушает да да готова ездить где нибудь раскрою для вас секрет для чего мы приехали на этот рынок попробовать блюдо кукси то есть мы сейчас заказали пол пол порции так как на рынке нет света свет это три телефона а как 3 а хотел сказать будет 3 телефон сейчас ждем заказали пол порции попробуем делают его не из собачатина из говядины так вот нам принесли как она выглядит первое что она холодная здесь я вижу лапша огурцы мясо сейчас помешать потом какая-то капуста что-ли на черта это все надо размешать а так думаю и это с пол порции называется и мясо как вы и просили говяжий блин чем-то знаешь что напоминает здесь весь уксус мы прям как будто я в таиланд попал реально вот эти вот оттенки еды для пара блин это на любителя я думаю что снес как раз был бы она понравилась не буду ничего плохого говорить потому что она очень специфичный вкус реально то что холодный прикольно в жаркий день попробовать я чувствую к этому над приютом блюдах надо несколько раз поесть и ты к ним привыкнуть так прикольно и нормально необычному так скажем необычный вкус блюдо с вами попробовали это вкус необычный для первого раза но это как попробовать первый раз кокос вроде соленый вроде сладкий то есть вот такое неожиданно естественно я есть его не стал дальше на выходе бы объяснил хозяину говорю что ну не обижайтесь мы просто попробуем зашли но вроде понял все я думаю наша миссия на этом рынке закончена чем покажу как красиво сделать смотреть сверху посыпали аккуратно то есть при праве наша миссия закончена на сегодня пойдем жарить шашлыки сейчас наступил самый главный момент сейчас тимур разогревает угли евро угли круглые они ведь и будем жарить шашлычок который привезли шашлык довезли до дома удачно потому что к шашлыку положили уголек поэтому он доехал где-то два часа дома катались два часа катались и он спокойно доехал до дома такие угли эти угли вот именно хороши тем что дают много жара и в принципе быстро они разгораются быстро и экономно только на много шашлыков жарить на нем чем дрова ну вообще лучше виноградные вот эти как но тот раз и ты ими делал хорошо они жар держат пока тимура сжигает угольки я вам покажу уток утят и маленькие на самом деле и ход выпускаются сюда каждый раз они есть еще крупнее но вместе крупные начинают грызть вот этих мелких не дает им плавать поэтому этих отдельно боятся меня не хотят подплывать еще камеру включим и отойдем того чтобы заманить сюда что мы все сделаем кидаем кусок палочки и отходим отсюда вот эти покрупнее они ждут своей очереди я буквально не видел две недели они стали такие более крупные вишни будет шашлыки в целости и сохранности я люблю смотреть когда кто-то готовит она чё кто-то жарит кто-то жарит да смотри сколько сока это все сок от мяса все пошел запах запах курдюка прям вот пошел 1 есть такое хорошее окончание экскурсии по ташкенту запах приятный идет курица быстро до подготовиться курица самые близкие кадры вы видите что происходит с нашими овощами если бы камера передавала бы аромат я думаю подписчики сейчас с ума сошли он жаль не передает он не снимает не снимает он на паузу сделал ушел домой я камера снимает снимает конечно ты матом ругался я тягу тебя камера снимает так что не говори матом ничего я не прямой эфир прямой онлайн армения моя вот это вообще пойдет нормально можешь еще громче сказать тимур еще раз то же самое а да еще раз пора сколько еще по времени минут 20 у вас крупные куски вообще никогда не делал даты и кстань только мелкие потому что на шампуре мелкие не ну а есть шампуры сделать большие все равно на ней большие есть армянские шашлыки вот такие кавказские сколько еще минуты 3 до готова а курица еще не готова уже готова приятного аппетита давай начинай мне интересно как куриный получился там все смотрел смотрел курица дана у них какой-то свой маринад поэтому реально вкусное мясо потому что я не знаю просто вкусно и все вход пошла следующая партия это молотые шашлыки да алина сразу камеру видеть быстрее убегает у вас здесь лишь вас ташкенте стараются расплющить люля вот такой а у них стараются сделать такую круглую люляшку как шарики ну не шарик колбаса до колбаски и они таким дольками вот и подходит наш день концу выехали мы с ташкента были мы второй раз наших подписчиков уже на это не подписчики а это просто уже ташкентские друзья которые нас второй раз третье очень хорошо к нам отнеслись отзывчивые добрые люди большим спасибо только 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 спасибо больше один позитив остался они сейчас двигаемся в сторону шахрисапса на улице уже темнеет благо что мы выехали вечером потому что дай здесь потому что на улице стало более-менее прохлада если мы выехали по днем мы бы наверное с ума сошли потому что приближается чела челя вы сами знаете жители узбекистана что это такое лучше передвигаться или рано утром или вечером в ночь сейчас вот сейчас между прочим под вечер едешь не вот эти каналы реки смотришь люди вот даже в такую погоду вот сейчас уже начинает смыркаться люди купаются несмотря на то что уже темно все равно на улице еще душновато но все же лучше чем днем поэтому еще раз всем большое спасибо спасибо что нас смотрите до скорых встреч до следующих серий всем пока